Привет, бьюти! Как вам новый красный фон? Он здесь не просто так. Мне кажется, настало время уже снимать какие-нибудь новогодние видосики, и также я не просто так сегодня не накрашена. Календари, и-и, т-т-т-т-т, т-т-т, календари, и-и, косметические только. Их нельзя есть, хотя... В предыдущем ролике я вбросила идею о том, что я могу сделать видео, где я открываю календари, всякие разные серии видео, и вы все сказали, да, давай, открывай! Поэтому я понакупила календарей. Сегодня будет H&M-чик, и также у меня здесь есть дальше календари на выбор. Вот такой календарь гигантский, он не помещается в кадр, боже мой, от Сифара. Один очень тяжелый календарь, большой, который тоже не помещается в кадр, от Лекситан. Так вот, тут наверху будет опрос, нажмите, какой календарь вы хотите увидеть в следующем. Они оба гигантские, и там очень много косметики. Этот, конечно, календарик поменьше, но у меня для вас еще есть сюрприз. А какой узнаете позже, так что давайте начнем. Как тебя открывать? Вот так нормально. Календарь, конечно, по размерам небольшой, и косметика, я подозреваю, в нем тоже маленьких размеров, зато у него и цена для календарей соответствующая. Он стоит в категории адвент календарей, это важно, он стоит немного, всего 1699. Да, потому что вот эти большие ребята стоят намного больше. Я прямо вброшу вам спойлер, один из них стоит почти 10 тысяч. Так что он недорогой, розовый и голографичненький. Давайте открывать. Я сначала, наверное, открою все, что тут имеется, и потом уже сделаю макияж, потому что если я буду делать макияж по мере поступления косметики, я боюсь, будет полная фигня. Первый день. Помада. Я на самом деле эти видео затеяла не просто для того, чтобы накупить себе календарей, которые я смогу открыть раньше, чем наступит Новый год. Ну, все окошечки сразу, имею в виду. Не для этого, а с целью проверить, вообще соответствует ли, скажем так, цена тому, что есть внутри. Я не уверена, вы видите вообще то, что я сейчас достала? Давайте сделаем как настоящий бьюти-блогер. Вот так. Содержимое первого дня. Да? Это блеск. Размером с мой нос. У меня очень маленький нос, если что. Ладно, это всего лишь первый день. Первый день это не серьезно, давайте найдем второй и поедем дальше. Побыстрее все откроем. А где второй день? А, я тупая. Побыстрее все откроем и сделаем этим макияж. О, еще помада. Окей. Очень милого оттенка, по крайней мере. И с закосом под косметику Ким Кардашьян. День номер три. Еще помада. Так, я начинаю сомневаться. Она розовая и с блестками очень миленько. Тут должны быть не только помада, ведь это же мейкоп. Вот, тут, наверное, тени. Я надеюсь. Что это? Ты кто? Это маленький глиттер, я так понимаю, что он жидкий. Для лица и тела, но вот это интересно. О, да. Вот так он пахнет бензином. О, окей. Или клей. Клей моментом. Он пахнет клей моментом. Интересно, что там может быть? Еще одна помада. Дошутилась. Здесь будет пудра лица. Или хайлайтер, в конце концов. О, тут сингл теней. Блестящие черные тени. Пока что это самое прикольное. Ну, ладно, не самое. Глиттер классный, но он пахнет так себе. Так что пока что это одно из самых интересных вещей, которые тут есть. Еще сингл теней? Вот. Вот это уже разговор. Окей. Офигенные белые золотистые. Что будет внутри? Блеск с блестками. Кажется, он решил от меня свалить. Я к нему пока подходить не буду. Видимо, он дикий. Еще помады. Десятый день. Где? А где? Еще блеск. Телесный. Еще помада. Окей. Еще помада. Двенадцать. Мы на половине. О, тут, видимо, еще есть теньки. Приятного цвета, кстати. One of the thirteen day of Christmas. My true love gave to me. Что-то непонятное в очень маленькой баночке. Она выглядит как кремовая. Хайлайтер. Ладно, я на самом деле понимаю, насколько было глупо надеяться на то, что я смогу сделать полный макияж. Теньки. Сингл. Косметика и только из календаря. На пятнадцатый день календарь есть. Видимо, румянки наконец. А, нет, это лимбал. Ну да, у нас ведь недостаточно продуктов для губ. На шестнадцатый день в календаре есть. Снова сингл теней. Очень похоже на предыдущий. На семнадцатый день в календарике есть. Снова что-то маленькое. Надеюсь, румяна. Нет, это снова блестки. Хотя красивые. Восемнадцатый день. Очень-очень большой. Но тут снова сингл теней. Девятнадцатый день. Снова маленькое окошечко. И здесь походу кремовый хайлайтер с блестками. Нам лучше были бы румяна. На двадцатый день в календаре. Видимо, снова для меня есть помада. Интересно, какого же оттенка. Двадцатый день снова маленькое окошко. Румяна, пожалуйста, пускай это будут румяна. Ну, я так понимаю, что это, скорее всего, лифтбал. Но, пожалуйста, пускай это будет румяна. С другой стороны, меня ведь никто не остановит, чтобы я намазала это на щеки. И последний двадцать четвертый день косметики должен быть самым крутым. Окей. Вот тут впечатлили. Я сразу поняла, что это будут еще одни тени. Но вот это, это офигенно. Они сияют золотом. Мне кажется, они кремовые, нет? И календарь закончился. Наверняка, кого-нибудь сейчас смусило моим недовольством большим количеством продуктов для губ. Потому что оно как бы и логично, и вообще. Но почему-то в моей голове сложилось, что там не будет так много продуктов для губ. Не знаю почему. И поэтому, для того, чтобы позабавиться, я купила вот такой еще календарь. Он полностью голографичен. И идеально пошел бы для Рины, например. Потому что это двенадцать дней губ. То есть здесь двенадцать окошек. И тут двенадцать продуктов для губ. Уже понятно. Все. Я просто посмотрю оттенки. С другой стороны, это интересно. Может, тут есть несовпадающие. Пока что, да, вот этот очень красивый. Телесный. Семь. Вау! Инопланетянский дуохромный. Розовый сатин. Телесный. Десять. Телесный с дуохромными блестками. И еще сатин холодного оттенка. Розовый. И двенадцать. Ну, открылся. Красненький. Так что теперь у меня очень-очень-очень большое количество помад. Несколько синглов для глаз. Парочка бальзамчиков и парочка хайлайтеров. Но, конечно, косметики здесь дофига, но выходит реально. Это хоть и маленькие объемы, но очень большое количество косметики в целом. Но ничто не остановит меня сделать случай. Итак, вот таким образом выглядит двенадцать дней губ. Это с первого по двенадцатый. Мне, кстати, больше всего нравится... Девятый день. Очень красиво смотрится. Ну и, естественно, вот этот вот инопланетный тоже офигенский. Как вы сами можете заметить, здесь есть, в принципе, и насыщенные, и прозрачные, и телесные. Что в целом неплохо. Мне кажется, как подарок кому-то, допустим, подруге по школе, когда нужно будет дарить подарки перед Новым годом. Это может прокатить очень даже классно. И они все пахнут очень интересно. Но я не могу понять, что за запах. То ли карамель, то ли шампанское какое-то сладкое. Но что-то прикольно. Что касается календаря, который мы открывали первым, который 24 дня, вот это все теньки из него. Меня расстроили последние теньки. Они оказались не такими насыщенными. Чтобы вот так плотненько их положить, мне понадобилось очень исхитриться. Очень долго пальцем тут налогилось делать. С другой стороны, вот эти тени очень пигментированные. А остальные очень нежные. Эти и первые самые темные, которые я думала, что они черные, будут и очень яркие такие. Оказались достаточно нежными. Кстати, очень красивым переливом. Получается здесь двое матовых теней, раз-два-три сатиновых и раз-два с блестками. И один полностью из блесток состоит. Тем временем парочка жидких блесток для лица и тела, которые у нас были в календаре, выглядит вот таким образом. Белый совсем незаметен. Я пыталась его намазать, но он оставляет совсем незаметные блестки. Хотя для лица это может быть норм. Что касается двух хейлайтеров, которые были у нас в наборе, я нанесла их куда-то вот сюда. Если кто-нибудь их видит, позвоните мне. Потому что... СОС! Раз-два-три сухой хейлайтеры! Может быть, если... Вот, видите? Вот, вот, вот. Чуть-чуть есть сияние, да? Капельку, заметно. Класс! Вот таким образом выглядят наши два бальзамчика из набора. Они также пахнут как блестки, чем-то непонятно, сладким шампанским или конфетами, что-то такое. И я все еще искренне понимаю, почему не сделать вместо них румяна. И в конце концов, вот таким образом выглядят помадки из набора. Очень даже хорошего качества. На удивление, вот это вообще какой-то бархат на губы. И вот так выглядят наши блески. И, в принципе, по качеству к остальным продуктам, по качеству именно, придирок нету. Все очень легко наносится. Приятно пахнет. Адекватно стирается. И у них есть классная косметика. И если не видели, то можете до сих пор посмотреть из обзора, из мега-обзора, который я делала на косметику H&M. У них классная косметика. А вот по наполнению как-то печальненько, что ли. Вот какой-то такой импровизированный макияж у меня получился. Конечно, не хватает ровности и какой-то холености на лице, но я его слепила из того, что было. Попробовала нанести хайлайтер, но он реально незаметный. Поэтому я нанесла вот сюда вот сияние из тенек золотого. И губам у меня вообще британия нету. Все продукты хорошо наносятся. Мне кажется, туда можно было запихнуть маленький какой-нибудь туш-брелочек. Можно было запихнуть карандашики для глаз, карандашики для губ. Вот такие блестки, как я уже показывала. Вот эти вот интересные. Сделать какую-нибудь базу для теней. Мол, с посылом, что Новый год и нужно, чтобы макияж держался. Какой-нибудь мини-спрей фиксирующий. То есть туда можно было реально запихнуть чего вообще угодно. И это все можно было сделать вот, подозревая, что за такой же минимальный бюджет. Я не знаю, сколько на самом деле себестоимость вот этих вот штук. Вот это, мне кажется, вообще стоит рубля 2-3. Другое дело, что вот это прикольно. И помадки эти тоже прикольные. Хотя опять-таки вопрос о себестоимости. Наверное, ну реально маленькая. Не забудьте пройти прусничек вот тут. И выбрать, какой календарик мы будем открывать следующим. И у меня есть одна мысль. Я на самом деле не знаю, насколько сильно вам хочется узнать, что вот в этих вот гигантских календарях. Бег торможкой. О, он такой голографичный. То есть я не знаю, выпускать следующее видео подобное когда-нибудь позже, ближе к Новому году. Или нужно вам прямо сейчас это все срочно. Так что я подумала, если соберется прям реально много за быстрое количество лайков, допустим, на мой взгляд, очень-очень много лайков за очень короткое время, это, ну допустим, 25 тысяч лайков. Это много. Когда я увижу, что они очень быстро набираются, это будет для меня сигналом, что вам нужно тут же снимать следующие и выкладывать его быстрее. Так что в целом, если они наберутся быстро, я могу даже, наверное, на следующий день это выложить. Так что... Если же нет, то я пойду дальше снимать свои обычные видеоролики и как-нибудь уже потом распакую вот эти вот календари, которые вы уберете по очередности. Ну и, конечно же, не забудьте подписаться, если вы до сих пор этого не сделали, для того, чтобы не пропустить следующие видеоролики. Также есть мой инстаграмчик. Там сейчас идут инставлогмусы. Да, кстати, влогмусы переехали в инстаграм, потому что там мы можем с вами прямо реально общаться, что мы и проделываем. И их также можно будет пересматривать в инстаграме, потому что они все у меня сохранены на странице. И по традиции, если вам было мало, то есть еще вот эти видеоролики, которые вы тоже можете посмотреть. Ну а пока... Пока, бьюти! Пойду смывать из себя все эти блестки.